Добрый день, уважаемые жители автономии! Диалог в студии в эфире ГРТ. Для вас работают Валентина Чобан и звукооператор Павел Арнаут. Диалог в студии сегодня будем вести с мэром города Чедерлунга Анатолием Топало. Анатолий Афанасьевич, здравствуйте! Добрый день! Рада приветствовать вас в нашей студии. Предлагаю сразу приступить к нашей беседе, к теме. 21 февраля прошли публичные слушания по проекту бюджета ГАГАУЗИ на 2022 год. Вы принимали участие в этих слушаниях и высказывали свою позицию по многим вопросам. Пройдемся по всем из них. Вы предложили внести изменения в закон о местных публичных финансах, а именно предложили децентрализацию регионального бюджета и бюджетов примарей. Вы привели свои доводы, почему это необходимо сделать. Предлагаю сделать это и в эфире радио ГАГАУЗИ. Пожалуйста, Анатолий Афанасьевич. Ну, вопросы децентрализации финансовой, они всегда стоят очень остро. Ни одна власть, власть вышестоящая, никогда не хотят передавать полномочия финансами. То есть, на последнее время нам полномочия дают, очень много задач ставят, а финансовую составляющую решать за счет своих собственных доходов. То есть, это очень сложно, потому что жители должны понимать, что любой бюджет села, города или ГАГАУЗИ, это средства, которые мы получаем с Кишинева, целевые это спецтрансферты. И то, что мы собираем на местах, собственные налоги, которые собираем на местах, соответственно, мы можем рассчитывать только на те собственные налоги и сборы, которые на местах собираются, потому что их мы собираем, соответственно, мы их и тратим. А остальные средства, которые приходят из Кишинева, это целевые. Пришел на детский сад этот лей, мы его должны отправить в этот детский сад. Это как косвенно не наши средства, мы их получаем с бюджета Гагаузии. Почему я говорю про финансовую децентрализацию? Потому что она болезненна. Очень тяжело Кишинев в свое время отдавал финансы, налоги Гагаузии. Это было лет 6 назад, когда были пикеты перед парламентом. В итоге Гагаузия добилась, что НДС, налог на прибыль, практически все налоги сегодня остаются в Гагаузии. За исключением таможенных пошлин, это таможенных сборов, это конечно самый львинный кусок, откуда к сожалению в Гагаузии ничего не попадает. Но остальные все налоги остаются в бюджете Гагаузии. Вот мы, примары, хотим, чтобы каждая примария, а также пропорционная численность населения, оставалась на территории определенного количества налогов и сборов. Допустим, для городов сегодня налог на подоходность физических лиц это всего лишь 50%, а почему не 75? Налог на прибыль, который вообще не остается на территории, почему хотя бы 20% не оставалось во всех примариях? Мы говорим, последние 4 года, если проанализировать, народное собрание и исполком шло состязание. Народное собрание приняло закон, как выделять средства на освещение, исполком бесплатное питание. То есть шло такое соревнование, в итоге мы, примары, говорили, остановитесь, деньги закончатся в бюджете Гагаузии. Мы ведь говорим о 287 миллионов, которые мы сами тратим. Но потом, собственно, и приостановили финансирование. И в итоге, к чему мы пришли, приостановили финансировать те программы, которые приняло народное собрание. Те программы, которые были приняты исполком, они, кстати, работают. К сожалению, здесь я абсолютно не хочу держать ни одну сторону, потому что сегодня основное предназначение исполкома народного собрания немножко другое. Народное собрание должно принимать законы, связанные с полномочиями Гагаузии и как привлекать финансы. Исполком должен заниматься региональными объектами, это больницы, дороги региональные и работа с нашими партнерами по развитию, по донорами. А примары должны заниматься всеми проблемами, которые есть на территориях. А для этого у нас должны быть ресурсы. Но когда лей материальной помощи жителей Чадрунги распределяется, допустим, на уровне района, мы, примары, это не понимаем. Поэтому мы говорим реально, что финансы сверху вниз идут вместе с полномочиями, и тогда они доходят до каждого жителя. И каждый житель чувствует на себе, что это помощь, которая пришла ко мне независимо. Топал, Влах, Петров, но она пришла, пришла с примарией. Потому что со всеми проблемами жители куда приходят? Не в исполком, не в народный собрание. К примарию. Поэтому это какой-то инструмент. Я понимаю, что ни одна власть, высшестоящая, не хочет отдавать финансы. Потому что это рычаг влияния. Это момент, связанный с выборами, когда можно повлиять. Но если взять европейскую практику, децентрализация финансов везде, она везде сверху вниз пошла. Дайте выполномоченную, дайте финансы. А вы должны контролировать и требовать, чтобы мы работали в рамках закона. У нас, к сожалению, сегодня этого нет. И сколько мы не говорили про финансовую децентрализацию, она сегодня... Да, на уровне республики, вот последний в этом году. Республика, дорожный фонд 100% отдала мэриям. Это очень хороший элемент конкретно. Мы говорим о децентрализации. Мы можем направлять обрывные средства небольшие, но на наши дороги. А другие объекты. А города, если где-то имеют возможность какие-то средства направлять на другие... А села вообще, а фактически ждут эти несчастные трансферты. А сейчас программа освещен, населенный пункт приостановлена, пожарные депо приостановлены. А средства, когда уже население привыкает, что свет горит всю ночь. Когда депо финансируется, это хорошо. А когда оно все приостанавливается, начинаются крики. Куда опять? Примария, примария виновата, почему не горит свет? Нет. Соответственно, вот мы говорим о том, что реально то, чем живет практически весь мир. Рядовые жители действительно не хотят разбираться в том, кто какие функции исполняет. Их тонкость не волнует. Они тут видят результат конечный. Но проблема-то не приходит в примарию. Мы говорим про фонд поддержки населения. В примарию каждый день в Чедрунку поступает 50 заявлений об оказании, просят помощь. Сегодня о каких суммах мы говорим? От 300 до 2000 леев. Для того жителя не имеет значения. Та пала распределит или марангоз. Лена, важно, что я написал заявление, меньше бюрократия. Когда мы видим, что район дает целый список, какие документы должен собрать, человек говорит, а я даже вообще не буду ходить, потому что эти 500 лея я получу через два месяца. У нас в примарию заявление есть, максимум месяц человек получает материальную помощь. На эту тему обязательно еще тоже поговорим. Анатолий Фанасьевич, вы говорите, что мы, примары, хотим децентрализации на уровне региона. Мы это кто? Абсолютное большинство, либо без исключения все примары поддерживают эту идею, которую вы озвучили на публичных слушаниях 21 февраля. Вы спросите хоть одного примара. Он не хотел бы, чтобы финансы, большинство оставалось у него на территории? Конечно, я считаю, что это практически 100% примаров. То есть единство абсолютное в этом вопросе. Не Гагаузии, Молдовы, я вам скажу. Потому что САЦА КАЛМ, эти все идеи мы совместно с ними рассматривали, они об этом тоже говорят. И заслуга КАЛМа, что мы получаем сегодня 100% дорожного фонда. В этом есть заслуга. Сейчас КАЛМ другие вопросы поднимает. Что мы могли на местах, если у меня бюджет... Сегодня средняя зарплата в примарии 4000 леев. Если позволяет бюджет, почему я не могу этого работника примировать, если он привел какой-то грант, несколько миллионов. Если он работает, вижу, он после работы пытается где-то собирать налоги. Почему? А сегодня закон нам запрещает. Значит, мы за свои же деньги не имеем права примировать наших сотрудников. Закон говорит, нет. Должно быть соответствующее постановление парламента или правительства. Мы сейчас говорим о вещах, которые... Общая мировая практика, где идут полномочия, задачи, но идут и финансы. Скажите, какие еще проблемы, вопросы удастся решить быстрее, проще, легче, если все-таки эти изменения, предложенные вами, будут внесены в закон о местных публичных финансах? Это ведь не очень непростая процедура внесения изменений. Сегодня на этом этапе должна быть сформирована комиссия. Из числа членов исполкома, депутатов Народного собрания, примазка корпуса общественников. Есть у нас закон о референдуме. Есть референдум конституционный, который проводится в контексте необходимости внесения изменений в уложения ГГУ. Кстати, это отдельная тема, где сегодня, на следующий год, на выборах башканских, мы можем попасть в такой процесс, что мы не сможем избрать башкана, потому что не будет... Мы не сможем набрать необходимые колеса избирателей. И сейчас уже Народная страна должна думать, но это касается конституционного закона. Если простое изменение в закон, допустим, о местных публичных финансах, то комиссия в течение двух-трех месяцев работает, вносит свои предложения на референдум. И на референдум население говорит, да, мы согласны. Я уверен, что население городов и сел поддержит примарова, что финансы должны оставаться на территории. И все, мы идем дальше. И тогда примар не будет ходить ни в Народное собрание, ни к башкану, ни к исполдателям. Дайте мне деньги на депо. Вот у тебя есть, мы тебе отдали то, что положено тебе. Дальше крутись вокруг этой суммы, ну и привлекая финансы средства со стороны. А сегодня у нас, ага, если я хороший, я иду туда. Если я плохой, я иду, значит, в ту сторону. Я должен, ага, я должен быть хорошим и в исполкоме, я должен быть хорошим в Народном собрании. А может быть, я должен быть хорошим для жителей. Я должен быть хорошим для жителей. А для этого у меня должны быть ресурсы. Пожалуйста, контролируйте, создавайте комиссию, отслеживайте. Это не проблема. Для этого у нас над Примариями сегодня есть тысяча контролирующих органов. Потому что финансы должны иметь контроль. Но дайте ей возможность, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и не просили, чтобы этот лей не распределял, извините меня, глава района. Глава района другие компетенцию имеют. Ну, в адрес районной администрации звучала критика, действительно, достаточно резкая. Из ваших уст, Анатолий Афанасьевич, нужны... Это не критика, это боль. Потому что, кстати, на уровне страны, однозначно, все Примары говорят, страны, не Гагаузии, что районные, у нас администрации совета, не нужны эти органы. Сегодня эти органы бесполезны, которые финансируют только за счет трансфертов. Действительно, не вы первые озвучиваете. Самое старшее, что идет дублирование. То есть, где у Примара с определенным районом какие-то конфликтные ситуации есть, не личностные, даже на уровне каких-то по работе, то там, получается, что не дают просто работать нормально Примарии и Совету. Пытаясь Совет как-то в каких-то вопросах увести в какую-то сторону. В любом населенном пункте, сельском и городском, хозяин, если он избран всенародный, должен быть один. Примар, если он всенародный избранный. Сегодня глава района назначена, он сегодня зависимый человек. Он не может где-то быть независимым в принятии каких-то решений или каких-то действий. Поэтому в таком виде, как сегодня, ну мы же начинали с того, что был просто представитель Башкан на территории. Автомобиль, кабинет, секретарь, который занимается вопросами с Примариями, консолидацией, работой с донорами там, но остальные-то вопросы. Сегодня в Чадрунге три спортивные школы. Каждая спортивная школа есть директор, есть бухгалтер, есть методист. А почему нельзя три спортивные школы собрать в одну школу? Один директор, один заместитель и один бухгалтер на три школы. У нас три бухгалтера обслуживают 250 человек в детских садах. А средства, которые сэкономлены, это все можно направить опять же на соревнования, на выезды. Ну, наверное, просто надо думать. И должно быть, наверное, и в том числе политическая воля к тому, чтобы влезть в этот закон. Для этого, я как сказал, не нужно ни парламент, ни президент. Это наша компетенция. Компетенция Народного Собрания внесения изменений в местные законы, которые мы принимаем на уровне Гагаузии. Да, этот закон не должен противоречить. Есть закон о местном политике финансов в Республике Молдова. Республика Молдова никогда не... Мы вам дали деньги. Если вы там у себя тоже будете расправлять по Примариям, никогда Кишинев не скажет, что мы против. То есть не нужны реформы и в этих вопросах? Абсолютно, да. Затронули на публичных слушаниях вы, Анатолий Афанасьевич, и ситуацию, связанную с предприятием АП «Термо» и тарифами на воду и на канализацию, которые назвали завышенными, и которые, вероятнее всего, будут пересмотрены вновь в сторону повышения. Ну, там действительно сложная ситуация. Есть кредит, который выплачивается достаточно давно. Вы предложили погасить досрочно этот кредит, либо далее выплачивать его по графику из полкому, вернее, из регионального бюджета. Насколько это вероятно и насколько эта идея будет поддержана властями, на ваш взгляд, Анатолий Афанасьевич? В данном проекте 5 примарей. Чадрунга, Баурчи, Бежгиос, Тамай и Казаклия. Я говорил со всеми примарами, кстати, говорил со всеми депутатами от этих населенных пунктов. Они все поддерживают эту идею. 10 лет мы выплачиваем кредит. Население, не АП «Термо», население. Тариф, когда проект только начался, тариф тогда был 10 лет. Сегодня 16, 20 и 18, 18 на услуги поводать введению. И по моей информации, в ближайшее время, скорее всего, что Наре по запросу АП «Термо» увеличит тарифы. По крайней мере, мы понимаем, что все идет к этому. Потому что АП «Термо» работает, как оно может работать, потому что учредитель-то не может ничем помочь в лице районной администрации. То, что по возврату сетей, это было отдельное обращение в Народное собрание, где мы находимся в судах. Я надеюсь, что в марте у нас уже будет по первой инстанции решение суда и в нашу сторону. Учредителем предприятия является районная администрация. Которая не имеет ни бюджета, ни какой возможности не имеет помочь чем-то своему предприятию. А обслуживание этих сетей ложится на плечи примарии, правильно понимаю? Обслуживает АП «Термо», но население за счет населения. Население оплачивает кредит. Сегодня, давайте я перечислю Гайдары, Светлый, Кангощик, Камрат, то, что выделяли средства из бюджета. Это водоотведение и водопровод проводился за счет средств бюджета регионального, экологический фонд, но никак не кредитные деньги. Считаю, что 10 лет мы платили кредит. Что мешает исполкому с Народным собранием хотя бы последние 3 года до 25-го года кредит взять на себя выплату кредита. Это 5 миллионов лей в год за 5 примарий. И не дать возможности, чтобы дальше тарифы росли. То есть, если АП «Термо» сводится от этого кредита, то оно будет иметь возможность даже чуть-чуть уменьшить тарифы. Потому что Народ утверждает те тарифы, которые предлагает АП «Термо». Обоснованно, если у них не будет кредита 5 миллионов лей, конечно, у них будет возможность запросить уменьшение тарифов. Мы говорим о том, что должно быть справедливо и отношение одинаково ко всем мэриям. Действительно, крайне редко происходит уменьшение каких-то тарифов. И тут хочется верить. Справедливости хочется добиться. Конечно, как говорят, справедливости в этой жизни нет. Но мы говорим о справедливости по отношению к жителям Гагаузии. Мы живем в Гагаузии, считаю, что житель Тамая, Чадырунге, Казаклея, Баурче, Бешгёза имеет к нему такое же отношение, как к жителю Гайдар или другого населённого пункта, которые получили воду за счёт не кредита, а за счёт бюджета Гагаузии или других источников некредитных. Для ясности, Анатолий Афанасьевич, новая водопроводная сеть в Чадырунге появилась благодаря Республике Турция. Новая канализационная сеть, это был проект грантовый. ЕБР, да, Европейская банка. С контрибуцией региональных властей. Я к тому, что согласятся ли региональные власти погасить остаток кредита, с учётом того, что тогда, в 2011-м, они уже внесли контрибуцию. То есть не станет это... Не было никакой контрибуции, подождите. Не было контрибуции. Это грантовый 2,5 кредит. Кредит, который оплачивает население Чадырунга. То есть контрибуции тогда не было, да? У меня ошибочная информация. Чадырунга единственная, которая 8 лет оплачивает. Баучи Казаклия последние 2 года оплачивает. Тамая Бежьё вообще не оплачивает. Надо правильно и делать, потому что сегодня кредит брал Исполком. И ответчиком, основным ответчиком по кредиту является Исполкомитет Гагаузии. Я знаю, что они обратили, чтобы продлили возврат кредита до... Пройдется до 32-го года, если я не ошибаюсь. Дальше уже Исполком заключал договора с примариями. Но когда это все решалось, примария и совет Чадырунги ведь остались в стороне. Об этом мы и говорим в судах. А кто-то спрашивал у примарии, у советов, как делегированных представителей, жителей Чадырунги. Вы согласны, что на таких условиях был бы взять кредит под... Изначально было понятно, что этот кредит ляжет, по сути, на плечи жителей, которые пользуются этой подой. Все по-другому трактовалось. В итоге, я вам скажу, что жители очень негативные. Вначале, когда проект начался реализоваться, очень негативные были отношения, потому что были перерыты местные дороги. Да, после того, как проект завершился, и улицы более-менее мы сейчас восстановили, жители понимают, что канализация нужна с точки зрения экологии, будущего здоровья детей. Но какой ценой? Почему в соседнем наследственном пункте за счет бюджета и кредита нет? А почему здесь должно быть за счет кредита? Мы говорим про справедливость по отношению к каждому жителю нашей Гагаузии. Судебные разбирательства продолжаются. Чего ожидаете? Мы на финишной прямой практически уже. Я считаю, что за нами правда, за нами закон. Мы абсолютно там никаких аргументов, которые мне закона не приводим. Думаю, что к концу марта у нас будет решение первой инстанции. Ну, конечно, есть более быстрый путь. Мы сейчас обратились в Народное собрание. Если Народное собрание принимает постановление о возврате водопроводных канализационных сетей в муниципе Чадурунга, то это все практически заканчивается. Никаких судов не нужно для этого. Соответственно, мы сейчас обратились, соответственно, обращение есть в адрес Народного собрания. Надеемся, что оно рассмотрит наше обращение, потому что, еще раз говорю, справедливость должна восторжествовать и по отношению, в том числе, жителей Чадурунга. Вы проводили референдум, публичное слушание, консультирование. У нас был период ковида, как раз мы не смогли людей собирать, и мы провели опрос. Ну, наверняка какие-то итоги сделали, выводы из мнений жителей. Итоги 99% было за то, чтобы тогда вопрос стоял о тарифах. Конечно, никогда нас не скажут, что мы за что поднялись тарифы. Но если сейчас в контексте газа и возможно с 1 апреля этой энергии еще и поднимутся опять тарифы на воду и канализацию, я почему-то думаю, что это может вызвать действительно социальный взрыв. Я главе района, когда он приходил к нам на совет с предложением, что мы обратились в адрес властей центральных по поводу цены на газ, я ему задал вопрос. А вы когда обращались на РЭ, чтобы на РЭ подняло услуги воды и канализации, вы думали про население нашего города? Вы обратились, думая только за предприятие АПТРМО, которое по итогам 2021 года вышло с небольшим плюсом, к сожалению. То есть, может быть, надо посмотреть, как администрируется все этот процесс, насколько нужно там держать 102 человека административного, в целом персонала. Я сейчас не говорю про людей, которые, слесаря, которые работают по ликвидации утечки, там воды, аварии, а я говорю про админперсонал, который занимает там очень большой процент. Анатолий Афанасьевич, очень коротко по тому, как на линии ожидает радиослушатель. Если, будучи учредителем районной администрации, какую ответственность несет в этой ситуации? Абсолютно никакой. Выплата кредита, обслуживание канализационных и водопроводных сетей? Абсолютно никакой, потому что администратор говорит, вот мы привлекли средства. Средства привлекло правительство Республики Молдова. А оплачивает кредит сегодня из населения в муниципе Чедруму. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Статов, Кирилл, Кирилл и Чистикой. Здравствуйте, слушаем вас. Друзья, мои примарки, все, в том числе и вы, как примарка города, ссылаетесь, что вы, состоящие управленцы, решают выделять средства или не выделять. Давайте посмотрим же, кто же их туда выделяет. Ведь Республика Молдова, парламентское государство. Наши, скажем, депутаты парламента, которые были избраны, зубы стерлись уже там. Те, как Судохольский, как Ирина Влаг, без трудовой книжки. Вся вина на местах, коли интеллигенция понимает, что все делается не так, как должно делаться, почему мы их избираем и после этого не спрашиваем. Из-за бесконтрольности, начиная с примарии, я, конечно, вас не вину, но, в общем, я беру КП Кангазу примарив, и с полком, и парламент Республики Молдова, это бесконтрольность. С депутатов ничего не спрашивается, они делают, что хотят, правильно, неправильно. Поэтому, конечно, вот я с вами согласен, что добросовестные люди страдают. И таких возмущенных примаров очень единичные случаи. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Спасибо. Вопрос очень актуальный. И как население может требовать у избранных лиц исполнение своих обязанностей? Ну, это здесь, наверное, две стороны. Есть сторона моральная, когда каждый человек, который избирается, он должен понимать и чувствовать ответственность перед своими избирателями, и есть ли на то норма закона, которая может его привлечь к ответственности. Сегодня, если говорить про примарив корпуса, то у нас над нами столько контролирующих органов, и столько есть структур, которые нас контролируют, проверяют. Наверное, их можно набрать штук сто. Если говорить про депутат с корпуса, то у нас нет законного отзыва депутата. То есть депутат, это лицо практически неприкосновенное. И здесь вопрос, опять же, те люди, которые должны принимать законы, никогда не примут тот закон, который будет пилить, уберет сук, на котором они сидят. Если говорить про исполком, то должна быть ответственность исполкома перед Народным собранием. Ну, парламент Республики Молдова, это орган, который во всех странах, он стоит особнячком, потому что сегодня сложно, конечно, требовать от депутатов исполнение надлежащих своих обязанностей, но есть понятие митинги, есть понятие высказываний на собраниях, свое мнение. Ну и очередные выборы, которые потом приходят. А когда население приходит на очередных выборах, дают ему, извините меня, пакет продуктовым, голосуют опять за того человека, который 4 года не ел. Здесь, конечно, нужно воспитывать в нашем жителе политическую культуру, объяснять, доводить, что надо голосовать не за пакет, а голосовать по тем делам, которые кандидат определенный, чего-то в жизни достиг, какую-то карьеру построил здесь. Ну и про совесть, наверное, никогда мы не должны забывать, потому что совесть у каждого человека должна быть, и он должен понимать, что через энное количество времени, когда ему придется уходить, то ли иное занимая должности, он должен быть спокойно приезжать в тот или иной населенный пункт, чувствуя, что он что-то сделал для того населенного пункта, для того участка, на котором он работал. А остальное, конечно, очень сложно с вами не согласиться, и решения вопросов других я не вижу. Спасибо. Антоний Афанасьевич, говоря о Народном собрании ГГУЗИ, три избирательных округа в Чедерлунге, три депутата, три представителя вашего города. Как складывается работа уже сейчас на этом этапе? На что рассчитываете в дальнейшем? Чедерлунга избрала трех депутатов с трех округов, я всех их поздравил. Сейчас мы вот эти два обращения, которые мы подготовили, первое по поводу перевода сети водопроводных конверсионных в собственность вернуть города, и по кредиту мы данное обращение направили всем трем депутатам, со всеми мы общались на эту тему, поэтому в этом ракурсе будем работать. Даже если есть какие-то межличности у кого-то отношения, считаю, что они должны остаться где-то там за забором, условно говоря, и мы должны сконстантироваться максимально для того, чтобы все-таки Чедерлунга тоже получала инвестиции с нашего муниципия, с бюджета нашей ГГУЗИ, потому что как бы не понравилось, допустим, Камрадчанам, я примар Чедерлунги, я понимаю, что сегодня призрали бюджетной комиссии представители Чедерлунги, призрали народное собрание, тоже представители Чедерлунги, мы надеемся, что все-таки когда-то повернется бюджет ГГУЗИ лицом, и не только по отношению к одному Камраду, но и ко всем примариям будет, как я сказал, «Справедливое распределение финансово-средств, не исходя, примар хороший, примар плохой, есть на душу населения, пожалуйста, распределение финансово-средства, и мы будем работать с теми финансами, которые нам положены». Принимаем очередной звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. К сожалению, прервался звонок. Анатолий Афанасьевич, продолжим беседу о тарифах. Тарифы на газ, электроэнергию, продукты первой необходимости, это тема, которая обсуждается в обществе, и каждый день можно услышать разные мнения, но беда в том, что жители не справляются с такими большими финансовыми тратами, особенно тяжело приходится социально незащищенным слоям населения. Руководство Чедерлунги, Совет, Примария приняли решение оказать поддержку финансовую такой категории жителей. Уже осуществляются выплаты, да, Анатолий Афанасьевич? Есть на сайте список категорий, кто может обратиться. Сколько обращений уже было подано? Значит, я хочу сказать, что это не только социальные выделения слоям населения, порядка 80% населения сегодня нуждается в помощи. Но особо тяжело приходится. Но особая помощь, да, пенсионерам, которые получают по 2000 лет пенсию, это, кстати, моя мама тоже получает 2000 лет пенсию, она за газ получила 2070 лей за январь месяц. Поэтому здесь очень тяжело этой категории, особенно пенсионеры, которые всю жизнь работали в колхозах, на тяжелых работах, и имеют такую мизерную пенсию здесь. Поэтому мы на совете обратились к этому вопросу, совет нас поддержал. Мы увеличили немного сумму, которая выделяется в категории. У нас порядка, мы посчитали, 1100 человек будет охвачено до помощи. В целом мы разовая помощь, это 1500 леев, разовая. Но мы взяли в расчет декабрь, январь, февраль, 3 зимних, как бы холодных месяца. Получая в среднем мы выделяем по 500 леев, как бы помощь со стороны бюджета. Кроме этого, то, что я говорил, есть социальный хлеб, который тоже эта же категория получает. Но кроме этого мы принимаем заявление другой категории, которая называется просто нуждающихся. Есть категории, которые подходят под критерии, мы выделяем по 1500 леев, это инвалиды первой группы, инвалиды детства, старики бездетные, старше 70 лет, старше 80 лет все, семьи, где 4 более детей, где семьи неполные. Эта категория обязательно попадает под эти выплаты. А другая категория, которая малоимущая, мы принимаем заявление, они проходят через совет, и каждый месяц у нас порядка 100 человек получает материальную помощь от 500 до 1000 леев. Буквально вот сейчас у нас будет опять 2 марта заседание совета, где мы собираем заявление. Там все очень просто, человек пишет заявление, мы без него изучаем его положение, включаем его список, и в течение месяца, с момента обращения, жители, как правило, получают эту помощь. Если взять суммарно, то в 2022 году мы заложили на оказание помощи жителям более 2,5 миллиона леев. Это те, которые подходят под категорию. Я вам скажу, что с начала года мы еще ни одно заявление не отказано, хоть какое-то небольшое, пускай это будет 500 леев, но мы всем жителям, которые обращаются, помощь мы выделяем, никому еще мы не отказали. Соответственно, до 1 марта мы эти заявления будем принимать, то, что связано с отоплением, а уже с 1 марта будет уже небольшой фильтр, где будем смотреть, исходя из категории, где на операции, где-то. Есть разные обстоятельства в жизни людей, но мы стараемся все заявления удовлетворять. Более 2 миллионов заложено, вы сказали, Анатолий Анатольевич. Вы предусмотрели заранее эту сложную ситуацию, связанную с тарифами на газ? Сейчас, либо сейчас пришлось изыскивать эти средства? Эти программы у нас уже практически более 5 лет действуют, но в этом году у нас на холодный период была сумма 700 леев, мы ее увеличили до 1000, плюс 500 леев, как бы компенсация по воде, и в целом получает по 1500 леев. Примария ответственна не только за своих горожан, но еще и за подведомственные учреждения. Скажите, Анатолий Анатольевич, как справляетесь с оплатой счет фактур за газ в детских садах и других учреждениях? При планировании бюджета по детским садам мы понимали и видели, что уже поднимется цена на газ. Соответственно, мы собрали со всех источников, кроме заработной платы, все средства и заложили на газ с небольшим суммой. Мы оголили вопрос, связанный с приобретениями, с ремонтами. Мы фактически все саккумулировали на газ, понимая, что бюджет страны вернется к рассмотрению данного вопроса не ранее лета. То есть нам придется, в любом случае, первый период, январь, февраль, март, выйти с теми ресурсами, которые у нас есть. Ну, в принципе, вот буквально мы сегодня уже получили с Минфина запрос на то, что мы предоставили им цифры, сколько нам не будет хватать на газ. Мы говорим уже больше второй период. Это октябрь, ноябрь, декабрь. Этот период мы выйдем. У нас, как бы, слава богу, мы с небольшим запасом все это спланировали. И в целом детские сады не будут нуждаться в необходимом температурном режиме. Он поддерживается. Здесь родители хочу успокоить. Ни на питании, ни на чем это, конечно, не скажется. И детские сады будут работать, конечно, в штатном режиме. Спасибо. Принимаем звонок в студию. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, я ваш вопрос. Это Щедор Лунге. Анатолий Афанасьевич, один вопрос к вам. Значит, за отопление сказали, 700 ли за период холодный. Подошла туда, значит, за декабрь месяц... Я живу с сыном, мне 72 года. Он не работает, стоит в центре занятости. Принес справку. Я отнесла туда. Значит, я уже за декабрь, люди получают. Я подошла, она говорит, вам не положено, у вас есть машинка, у вас есть телевизор, и вернули. Я говорю, давайте, я тогда обжалую. Нет, она говорит, давайте заново. И вот сейчас заново дала документы и сделали. Что это такое? Телевизор усехи, машинка усехи. Вы меня слышите, да? Да, я слышу. Значит, вопрос стоит о том, что это не Примария, вы обращались не в Примарии. Вы обращались... Нет, я в Соц... ...Касово страхование, мы говорим про 700 ли, которые категория имеет право получать в течение зимних вот этих месяцев. Вот это да, да. К сожалению, Примария, я как примар на эти вещи повлиять не могу, потому что эти средства выделяются с бюджета страны, то есть из улики Молдова. А что я могу вам помочь, обратитесь, пожалуйста, в 115-й кабинет Примарии, напишите заявление, мы без никаких порочек, какую-то сумму небольшую вам из бюджета города окажем. Спасибо, я гипертоник. И еще один вопрос насчет Глории. Вы имеете сюда какое-то отношение? Значит, сейчас все платно. Пенсионеры, один укол внутривенный 20 лей, мышечный 15 лей. Если дает врач на 10 дней, надо 200-350 лей дать за уколы, а за лекарства тысячу с чем-то. Давайте скажем так. Глория это частная организация, которая более 10 лет очень большую поддержку оказывала жителям. Германия. Ну, я Германия, но я имею в виду это частная организация, которая более 10 лет очень много помогала городу, жителям. Это и горячие обеды, это бесплатная медицина, это по Примарии ремонт детских садов. Только в прошлом году мы получили от них 3 миллиона леев на крышу, на скважину для совхоза. Но сегодня вы имеете полюс, который вам дает право бесплатно получать лечение, обращаясь в государственные лечебные учреждения. К сожалению, у Глории тоже большие проблемы, мы с ними общались, большие проблемы в связи с пандемией. У них сокращено финансирование, из Германии они вынуждены некоторые услуги переводить на платную основу. Но, слава Богу, что они не все переводят. И есть горячие обеды, есть определенная помощь. Есть первая группа, вторая группа, онкология. Это частная организация, вы поймите, что... Все, я понял, я просто хотела спросить. Спасибо, что они хотя бы что-то чем-то пытаются помочь жителям нашего муниципия, и в том числе Примарии. Спасибо, спасибо. Спасибо. 2 марта, если я не ошибаюсь, Анатолий Афанасьевич, запланировано отчетное заседание Совета и Примарии муниципия Чедерлунга. Будете говорить об итогах 2021 года. Есть ли можно тезис на... Коротко. Да, отчете вашем. Значит, мы уже отчет подготовлены. Это будет отчет Примара и Совета перед жителями. И все службы подведенственные Примарии будут отчитываться перед Советом. Коротко в цифрах. В 2021 году, несмотря на пандемию, сложный период, у нас в городе более 21 миллиона рублей инвестиций в город. Это дороги, освещение, детские сады, дом культуры. Из них 5 миллионов рублей это средства, которые мы привлекли за счет написанных проектов. Есть средства 2 миллиона рублей, которые мы получили из бюджета страны, из улики Молдова. Остальное это собственные налоги и сборы, которые мы генеруем за счет того, что выплачивает наше население экономические агенты. Я каждый раз повторяю, что мы благодарны им, жителям экономических агентов, что они выплачивают налоги местные сборы. Мы налоги не повышали, но, несмотря на это, год получился очень неплохим. Наверное, лучший за мои 6 лет примарства, где нам удалось очень много проектов реализовать. Есть проекты переходящие. Мы ни одно направление не упустили. Это, в том числе, и поддержка экономики, поддержка нашего бизнеса. Это самый больной вопрос. Слава Богу, что наша фабрика попала в программный документ правительства. И в ближайшие 3 года мы надеемся, что фабрику мы построим. Дороги, инфраструктура, парковые зоны, социальная сторона, я уже сказал. То есть, в целом, конечно, хотелось бы больше. Но нам есть о чем рассказать нашим жителям. Ну и, конечно, мы определим приоритеты на 2022 год. Уже известно время проведения этого заседания отчетного? Чтобы вы анонсировали для жителей? Мы анонсируем. Я сейчас по времени думаю. Как правило, у нас заседание начинается в 10 часов. Информация будет? Да, информация будет в моем анонсируемочке. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Алло. Вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с Чедрунги. Анатолий Васильевич, я просто хочу вам задать вопрос. Я пенсионерка. Я одна живу. Я получаю 1600 лей. Мне помощи никаких нету. У меня муж умер. Дети уехали. Я одна. Вот на что жить? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Вопрос очень важный. Подождите. Я подхожу. Примарию. Там говорят, вам помощь не нужна. Вам помощь. Я получаю 1600 лей. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз обращались в примарию? Я недавно подошла. И мне Наталья. Первая Наталья, как ее. Я даже ее имя знаю, но отец-то не знаю. Она сказала, вам помощи нету. Наталья, примарию уже не работает. Я вас попрошу, завтра обратитесь в 115 кабинет примарии. И вы получите как раз у нас 2 марта заседание совета. Мы сможем ваше заявление включить. И где-то до 10 марта вы получите небольшую материальную помощь с примарией. Спасибо. Наталья, не топало. Именно 115 кабинет. Спасибо. Только с собой иметь паспорт. Все, спасибо. Потому что я уже 3 года, 4 год я на письме, я ничего не получаю. Я одна живу. Спасибо. Спасибо. К сожалению, проблема отношения, в том числе сотрудников примарией к своей работе, она есть, наверное, не только у нас в примарией. Мы работаем над этим, чтобы было больше сочувствия нашим жителям, потому что люди приходят с болью, и мы, конечно, им должны помогать. Да. Анатолий Фанасьевич, вы сказали о строительстве фабрики. Речь о вашем, так скажем, большом желании вернуть крупного экономического агента в город, да? Именно об этой фабрике речь, о строительстве. Да, наша фабрика попала в программный документ, который утвердило правительство. К счастью, там не только один проект, там и наша Каниферма. Это проект, который будет реализовывать исполненный комитет Гагаузии. И там еще один важный проект, это долгожданный проект для жителей нашего микрорайона Мясокомбината, где мы будем осваивать 5 миллионов леев и будем ремонтировать капитальную инфраструктуру внутри дворовых территорий. Это больших три двора. Это Тельмана, Луначарского, дом, где статистика располагается, плюс тротуары по улице Карла Маркса, где будет установлен красивый киоск, где люди будут централизованно получать социальный хлеб. Если говорить отдельно про фабрики, это вымученный проект. Мы попали в программу документ правительства. В этом году нам предстоит внести определенные изменения в документацию. И проект эти рассчитаны на три года. Кроме того, что я сказал по Мясокомбинату, этот проект будет в этом году реализована, фабрика и каниферма, будет поэтапно в течение трех лет реализовываться проекты. Это как бы очень большое поспорие будет в контексте того, что мы должны большую работу проводить по остановке миграции. Потому что мигрирует все не только молодежь, мигрирует и средний возраст. К сожалению, мигрирует целыми семьями. Это мы не остановили. И как бы мы ни говорили, не скоро этот процесс остановится. И задача не только при Мариине, но и региона, да и центра эту работу проводить. Мы работаем с местными инвесторами. Слава Богу, что уж на место той компании, которая ушла, к сожалению, в Кангас, у нас пришел другой инвестор, который открыл предприятие, где уже работает почти 100 человек. Мы сейчас с ним работаем. Он сейчас настроен, приобретает земельный участок, планирует строительство. Мы говорим про другой фабрики. Строительство фабрики, где планируется минимум 500 человек трудоустроить. Это уже будет не только женский пол, это будет уже и мужской пол. То есть мы сейчас с ним очень активно работаем в плане подготовки, чтобы меньше было бюрократии. И очень надеемся, что и здесь в этом году, конкретно по предприятию, которое занимается производством тюля, это единственное предприятие такого рода производства в Молдове, кстати. Мы сможем оперативно оказать поддержку с нашей стороны, никакую мы можем, чтобы он мог в этом году уже начать строительство фабрики. Потому что у него очень амбициозные планы. Мы очень рассчитываем, что это будет действительно такой фундамент для того, чтобы дальше идти по восстановлению экономики в нашем муниципе. Спасибо. Анатолий Афанасьевич, многие примары Гагаузии, да и в целом мужчины автономии сегодня отмечают праздник настоящих мужчин, День защитника Отечественного. Многие потому как прошли службу в рядах в Советской армии и ВМФ. Вы, Анатолий Афанасьевич, и после распада Советского Союза, если не ошибаюсь, состояли на службе. Считаете ли вы, что 23 февраля и 3 сентября, День национальной армии, это равнозначные праздники? Ну, наверное, нельзя здесь ставить знак равенства, потому что 23 февраля это праздник всех мужчин, кстати, не только мужчин, но и женщин, которые служили в редакторе Советской армии военно-морского флота. В первом счете, конечно, я хочу поздравить эту категорию людей, мужчин и женщин, как я сказал, которые служили в, как мы говорим, настоящих, настоящей Советской армии военно-морском флоте, потому что это действительно их праздник, который передавался из поколения в поколение, он был очень чтим на уровне страны. К сожалению, сегодня в Республике Молдова этот праздник официально не празднуется, а есть праздник, как сказать, национальной армии, есть праздник День пограничника, есть там День карабинера, но в некоторых странах пошли, наверное, более по правильному пути, когда этот праздник просто назвали Днем защитника Отечества. Это было бы, наверное, более справедливо в контексте того, что, к сожалению, Советского Союза нет. И, наверное, мы, мужчины, должны иметь какой-то день, когда у нас должен быть выходной, когда мы должны себя почувствовать немножко слабенькими, когда нам объясняется любви. Когда вам будет оказано внимание. То есть, да, нам внимание оказывается каждый день, но хотелось бы, чтобы у нас был какой-то день. Кстати, 23 февраля даже в советское время не было выходным днем. Он отмечался, но выходного дня как такого не было. Хотелось бы, чтобы мы, мужчины, как женщины, имеют праздник, скоро он приближается, 8 марта, имели какой-то день, когда он для нас как-то душевно воспринимался как особенным. Но, несмотря на то, что это не выходной, я хочу пожелать всем настоящим мужчинам, которые себя такими ощущают, быть мужественными защитниками своей семьи, своей земли, своей родины, быть патриотами и двигаться вперед. А историки, как бы они ни пытались какие-то праздники стереть, если мы отмечаем, мы в душе эти праздники продолжаем очень хорошие, добрые традиции, они будут иметь всегда место. Есть герои в Чедерлунге, которые защищали жителей. Скажите, как храните память о тех, кого уже нет? Да, действительно, Георгий Сыртмач, это полицейский, который погиб при исполнении своего служебного долга. Сегодня в Чедерлунге, благодаря организации, ветеранской общественной организации, сотрудникам, которые служили в милиции, последующим полицией, у нас создан монумент, построен, где есть особое место, где могут полицейские, не только в день полиции, милиции, прийти, вспомнить своего боевого товарища, обратить внимание семье, супруга Георгий Ивановича жива. Действительно, этот человек, который сегодня, многие ведь не понимают, что на самом деле такая была угроза, чем грозил этот акт, который террористически могут быть совершен для жителей тогда города Чедерлунге. эти полицейские просто исполнили свой воинский долг, он пал действительно смертью храбрых и, к сожалению, наши государства не умеют своих героев отмечать и вспоминают, как правило, только если нужно где-то, я не знаю, скажу грубо, попиариться. Слава Богу, что у нас есть монумент, есть боевый товарищ, который не забывает его. обращается, и мы где-то иногда в этом году, мы небольшую помощь материально оказали в семье Георгия Ивановича Сыркновича. У нас есть учебное заведение, которое носит его имя. То есть это... Улица Родник. Улица Родник. Есть Родник, который именно был построен при поддержке ее сослуживцев. То есть город сделан на то, малый, который мог сделать для этого человека, чтобы его память увековечить. И хотелось бы, чтобы такие люди были не только на уровне города, но и на уровне Гагаузи. Про них вспоминали уроки в школах, уроки патриотизма. Ведь у нас есть люди, которых мы можем говорить. То мы говорим про политику, говорим про оскорбление, про унижение, но... А говорить про тех людей, которые действительно отдали свою жизнь для того, чтобы у нас в Чедрунге не было страшной трагедии, об этих вещах как-то мы умалчиваем и вспоминаем только, когда нам нужно что-то для себя сделать, наверное. Спасибо. Анатолий Афанасьевич, я вас благодарю за участие в нашей программе. Для наших радиослушателей будет маленькая информация. Я вас прошу не переключаться. Настоящим мужчинам посвящается программа, которая выйдет в эфир радио уже через минуту. о героизме и мужестве сотрудников правоохранительных органов в 90-е годы о трагически погибшем Георгии Сыртмачи из Чедерлунги. Наша передача, подготовленная моими коллегами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!